личность он понимает ваши обстоятельства так воспринимаете как можете согласно месту или но постепенно вы же чувствуете что несовершенно воспринимает так вы же начинаете понимать это давать отчет вы должны улучшать и я надеюсь и очень надеюсь что вы используете в этом еще и коллективный разум не только индивидуальный разум разум организации если вы будете все свои проблемы индивидуально решать вы не сможете справиться поэтому иногда можно организовать повторение джапы вместе какой то так делают многие города в Алматы приглашают дважды в неделю перед классом Бхагавата мы уже в 7 утра если в 8 скажем, мы сейчас вместе джапы повторяем сразу пошел подъем у всех сразу все изменилось используйте коллективный разум вы сейчас каждый из себя пытаетесь думать как-то выжить в Саддане Кришне, но вот коллективный разум используйте, организовывайте что-то все очень просто и доступно может быть я надеюсь что этот разум проявится у нас коллективный у каждого можно понять у каждого свое обстоятельство, работа, семья и прочее естественно если бы только на это будет опираться, так все же не пройдет я не совсем тут поняла я говорила что джапа прочитана утреннее допустим или вот там встретились на намахате прочитана а конкретно вот когда ты один куда-то перемещаешься в пространстве можно читать джапу или не надо этого лучше делать? почему не надо? стоять постоянно? то есть можно, да? у меня можно стоять, да у вас время внуши ограничено и старший преды меня просили представить кандидата на пранааматру с другого города это Юрик Николаев кто? Юрик Николаев скажи пожалуйста здесь рекомендации все есть прошел бахти-программ то есть он просит про нааматру воспринимать учителя город какой? Новоуральск Новоуральск? это Свердловская область, закрытый город там есть ятра? а? ятра есть? ну там как ятра? вот они собираются в бахти-врише там как? маленькая такая есть, а там ячейка есть? сколько человек? 20 да там семья постоянно? каждую неделю собирает? да чаще? чаще служение? на санкт-керпо санкт-керпо ты их живешь в пище не плохо семья? большая семья? большая семья? сколько детей? трое трое пища жизни нужна ведь? шестнадцать кругов давно? сколько? три-четыре года жена преднала? ну там сама ходит, молодой я не знаю 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 ну там значит я ему тебе все хорошо ладно хорошо хорошо и еще у нас время немножко увеличено то есть сейчас следит с вашего решения опасателей у нас примерно часа сейчас будет уже через несколько минут а то есть вы четверти не дождетесь с минуты на минуту с минуты на минуту сегодня день ухода шины горки шардаст бабаджи просите о благословении воскресенье святого июня сегодня мы постимся по этому случаю день ухода горки шардаст бабаджи что-то еще хотят сказать бишма панчика начинается сегодня кто-то соблюдает бишма панчика? почему никто не знает этоork ? последние пять дней картики называется хишма панчика что-то скажешь нет? скажи что-то почему говорится в тот кто не может поститься в шату viol说 можно поститься в картику в последний днек если кто-то не может кальчику пропоститься то можно последние пять дней про поститься Картика. И это прервается в том, что вы постили всю Картику и всю Четрумасию. В Гауде-Вашнаве соблюдают пост на Четрумасию. Так мы, проповедники, можем пять дней последние. И когда эти пять дней перед уходом Бишмы было, он держал пост, он ждал какое-то благоприятное время, чтобы отдать наставление Махараджи и Хиштины. И он эти последние пять дней постился, он принял только немного воды от Арджуны. Описываются разные виды постов. Самое благоприятное — один день пить корове молоко, другой день — мочу, третий день — навоз, ну и йогурт. Кто может, может и так. Здесь три вида постов. Первый, самый такой высокий уровень постов. Каждый день какой-то ингредиент в корову, их пять. Молоко, йогурт, моча, навоз и в гид. Очень сытый пост, на самом деле. Сколько хотите можете, кроме навоза использовать. И там его разбавляют, на самом деле, там по-другому всё. Это редко кто делает. Ну, то арендовали, кто-то делает. Здесь люди напугаются. Есть пост самый легкий — это третий вид поста — кичри. Без ничего, без соли, без масла, без овощей. Пять дней мы кичри. И есть пост, который второй, вторая степень. Мы его практикуем уже много лет. Мы с Гуру Махараджем также были, мы и делали это. Это коренья и фрукты, и всё. Картошка варёная, без соли, без масла, муира. Сладкий картофель, обычный картофель. Потом репа, топинамбур, редиска, редька — вот эти коренья все. Орехи, изюм можно. Нельзя эти фрукты, где много зёрен, такие, как гранат, допустим. Или, как это называется, где есть такие, где много зёрен. Помидоры и огурцы не нужно, там много зёрен тоже. Можете так поститься, если хотите, пять дней последних, начиная с сегодняшнего дня. Морковь с какой пижем? Морковь со сверху тоже нежелательно. Можно пить соки яблочные, грушевые, например. Банан не помню, банан можно помнить. А здесь что у нас? Да, это можно. Дорогие предные книги, диски, пожалуйста, есть, можно сегодня уникальную возможность купить, приобрести и подписать. Теперь кому на месте? Спасибо. Смешник поздравляю. И те чёрных цвет тоже можно, не сож wer就是. Капальтостант? Нет? У меня картошка варёная. Капальтостан. Продолжение? Продолжение следует...